Всем привет! Сегодня я отвечу на самый частый вопрос. Как вписать объекты в фон при помощи фотошопа? Сразу скажу, что существует огромное количество методов вписывания в фон, но я разберу самые какие-то простые и те, которыми пользуюсь я. Я постараюсь все объяснить очень подробно, чтобы вы тоже смогли начать пользоваться этими способами и сделать ваши обработки еще лучше. Так что не будем тянуть, поехали! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Первое, что я хотела, чтобы вы запомнили, чтобы научиться вписывать объект в фон, это то, что не нужно пытаться вписать объект с одним освещением на фон с совершенно другим освещением. Сейчас объясню, про что я говорю. Например, у вас есть фотография, где освещение дневное, светит солнце, на человеке какой-то яркий свет от него и какие-то тени. И вы пытаетесь вписать в изображение фон, где очень мягкое освещение, туман. Из этого ничего не получится, как минимум потому, что на фоне нет никакого яркого источника света, который мог бы давать такой свет и тени на человеке. Чисто теоретически вы можете замазать тени, цвет с помощью, например, микс-кисти и вписать все-таки это изображение в этот фон. Но это действительно требует очень много времени и очень много сил. Так что зачастую именно человек и свет на нем диктуют свои правила и свои какие-то условия для подбора исходников на фон. Но если же человек снят в какой-то мягкой атмосфере, на нем какой-то мягкий свет, на нем практически не видно теней, потому что они очень мягкие, то, понятное дело, его можно вписать как раз в любой фон, потому что, очевидно, когда нет никаких света и теней, то можно их нарисовать. Но опять же, если какие-то мягкие светотени, лучше вписывать в такое же окружение. Кстати, к выбору исходников тоже нужно подходить ответственно, потому что все мы понимаем, что точно не получится вписать фото человека плохого качества в какой-то фон хорошего высокого разрешения. Поэтому все-таки старайтесь искать исходники хорошего качества с высоким разрешением. Ну или если у вас изначально фото человека в плохом качестве, вам придется специально мылить фон или добавлять больше шума и резкости. Перейдем к сути этого видео, сейчас я постараюсь вам объяснить, как я вписываю объекты в фон. Для примера я взяла вот такую фотографию, в ней нет ничего необычного, это просто моя фотография, сделана она в тени, поэтому здесь очень мягкие светотени, нет каких-то пересветов и всего такого. Сейчас же мы будем все это вырезать, чтобы добавлять на какой-то фон. Так как мы собираемся менять фон, то первое, что нужно сделать, это сделать качественную обтравку, потому что если у вас будут какие-то неровные края, какие-то места, которые вы обрезали, или наоборот куски старого фона, это будет очень сильно бросаться в глаза. Как именно вырезать объект, решать вам. Я обычно пользуюсь каким-то быстрым выделением, а потом уже дорабатываю края на маске. Вообще для обтравки волос есть один очень интересный инструмент, его можно найти уже в тот момент, когда вы сделали какую-то маску и пытаетесь сделать обтравку. Если вы нажмете на маску и перейдете в какой-нибудь инструмент с выделением, тут будет такая кнопка выделения и маска. Если вы не нажмете, откроется вот такая кнопка, и тут можно уточнять края. И это очень полезно для волос, потому что именно вот края волос можно очень прикольно уточнить, и алгоритм очень хорошо их вырежет. Это очень полезно, если у вас, допустим, нет графического планшета, и рисовать потом волосы вам будет очень тяжело. В чем сейчас проблема? Чтобы хорошо подогнать изображение, нужно все-таки учитывать ракурс. Если у вас исходник сделан снизу, то и фотографии для фона тоже должны быть сделаны снизу. Это самое первое, наверное, самое главное правило. Чтобы как-то подогнать все это, очень сильно помогает линия горизонта. Вот мы видим, что у нас сейчас горизонт где-то здесь, а на картинке фона горизонт где-то здесь. При этом у меня фотография сделана значительно снизу, а тут сделана фотка вроде прямо, но так как, я думаю, мы будем ее все-таки кропать немножко по пояс, здесь это не будет играть такой сильной роли. Но все-таки, если фотография у вас будет в полный рост, вам обязательно нужно сравнивать линию горизонта и следить за тем, чтобы камера, которая снимает и фон, и вас, должна быть на одном уровне. Как мы видим сейчас, я абсолютно не вписываюсь в фон, потому что фон такой неоновый, голубой, а я, ну, просто я. Чтобы это исправить, мы делаем самый первый шаг. Мы подгоняем изображение по теням и по свету. Чтобы это было сделать проще, мы используем такую вспомогательную штуку, как черное-белое. Для этого мы нажимаем вот на эту кнопку, это корректирующие слои, и создаем корректирующий слой черное-белое. Тут мы не меняем вообще никакие настройки и не прикрепляем этот слой ни к чему, он просто должен быть сверху. Теперь мы видим, что у меня на майке, допустим, есть очень черные участки, а на фоне таких практически нет. Также у меня довольно темная кожа, тут есть какие-то белые участки, но в чем ситуация? Сейчас мы должны подогнать свет и тени с исходника со мной под свет и тени на исходнике с этим зданием. Собственно, для этого мы будем использовать уровни. Вот тут они тоже создаются в корректирующих слоях, выбираем уровни и прикрепляем их ко мне. Это можно сделать с помощью вот этой кнопки. Теперь нужно сделать так, чтобы самые темные участки с меня соответствовали самым темным участкам на фоне, и самые светлые мои участки соответствовали самым светлым участкам на фоне. Однако есть но. Во-первых, тут самый светлый участок это вывески, и понятное дело, моя кожа не будет светиться так, как какие-то яркие вывески, поэтому берем образец, которым мы будем все обгонять, вот эти вот средние цвета с фона, где нет каких-то ярких засветов, и, собственно, сейчас мы будем это делать. В уровнях тут все довольно просто. Если мы будем двигать вот этот лузнок, мы будем высветлять темные цвета. Если будем двигать вот этот, мы будем затемнять светлые цвета. Также здесь можно редактировать немножечко контраст, делать ярче белые цвета, делать темнее черные цвета. В общем, это все можно делать буквально на глаз. Теперь мы скроем вот этот слой с черным и белым, и, как вы видите, уже смотрится намного лучше. Следующим шагом мы подгоним меня по цветам. Проще всего это сделать с помощью слоя цветовой баланс. Мы опять же создаем его, прикрепляем ко мне с помощью этой кнопки. Тут у нас есть несколько ползунков, тут есть как бы тени, светлые участки и средние тона. Будем подгонять средние тона. На нашем фоне очень голубые цвета, какие-то циановые, поэтому мы добавляем здесь побольше цианового. Также добавим больше синего и, соответственно, чуть больше розового. Хотя я даже не знаю, наверное, не стоит менять, просто это все действительно делается на глаз. Мы постараемся подобрать под фон то, как это все выглядит. Вот, я думаю, как-то так будет отличненько. Также мы сделаем более синими тени, немножечко более голубыми их. Ну и какие-то, может быть, засветы тоже можно сделать более голубыми, как-то так. В принципе, мы добавили этот слой и, как видим, по цветам наша картиночка подогнана уже лучше. Тут начинается самое интересное. Нужно как-то подогнать еще больше по цветам. Для этого я использую обычно слой с режимом наложения «Мягкий свет». Дальше я беру обычную мягкую кисть, вообще подойдет абсолютно любая. Добавляю очень сильно у нее прозрачность, примерно на 20. И нам нужно, опять же, сделать свою фотографию больше подходящей по цветам. Для этого мы берем образец с фона и добавляем здесь каких-то пятен, засветов. Все-таки тут преобладает голубое освещение, поэтому можно значительно больше добавить голубого света. Если бы тут было, допустим, больше розового, можно было бы, конечно, также больше добавить какого-то розового освещения с какой-то стороны. Но сейчас в этом нет необходимости. Также, если вас что-то не устраивает спокойно, можете стирать все стеркой. Хочу заметить, что сейчас я делаю все мышкой, так что нет разницы, у вас графический планшет или мышка. В принципе, все можно делать спокойно с помощью мышки, с этим нет вообще никаких проблем. Разве что мышкой, соответственно, немножко дольше все получается. Соответственно, появляется вот такой слой, который добавляет еще больше света. Как я говорила раньше, вписывание объекта фона не заканчивается только тем, что мы добавляем какие-то корректирующие слои. Нужно здесь, в данной ситуации, прорисовать еще и контурный свет, потому что все-таки у нас сзади сильный источник освещения, и тут должны быть какие-то такие засветы. Для начала я сделаю какие-то более яркие засветы вот здесь, на краях, где все-таки есть вывески. Для этого я создам новый слой, прикреплю его опять же к себе, и выберу вот этот белый свет. И просто в обычном режиме наложения, мягкой кистью с небольшой прозрачностью, буду по краям рисовать вот этот мягкий белый свет. Все-таки источник освещения находится довольно далеко, поэтому мне не хочется делать какой-то резкий свет вообще по всему контуру, да и это будет совершенно неправильно. Так что мы добавим его все-таки в самых ярких местах, и все. Наверное, одной из моих главных ошибок в ролике про контурный свет было то, что я доходчиво не объяснила, что все-таки контурный свет не бывает тупо полосочкой. Это бывает в редких случаях, когда контурный свет возникает от того, что сзади находится какой-то яркий источник освещения. Поэтому контурник в виде полосочки по краю встречается действительно очень редко. Чаще всего это более детальные засветы, которые попадают на все складочки, и в каких-то местах даже более жесткие контуры имеют. Понятное дело, что если у вас будет какая-то куча цветных источников освещения, то вам придется очень долго прорисовывать цветной свет и все тому подобное. Но это видео немножко о другом, и мы все-таки говорим о более простых ситуациях вписывания фон, так что подобные ситуации мы, наверное, упустим. Но если вам интересно, и ваш актив покажет мне это, то я обязательно сделаю ролик насчет того, как красиво прорисовывать разный цветной свет на персонажа. Так что ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, и пишите в комментариях, что хотите увидеть такой ролик. Доработка контурного света вообще очень длительный процесс, так что я думаю, я все это ускорю, дорисую немножечко волос, и уже покажу вам финальный результат. В общем-то я дорисовала немножко волос и контурника, и теперь нужно добавить какого-то глобального освещения, которое добавит еще больше объема нашей картинки. Для этого создаю новый слой, ставлю его в режим наложения экран, и беру какую-то большую мягкую кисть с маленьким процентом прозрачности. После этого беру такой белый цвет и добавляю немного засвета в места, где как раз у вывесок есть какой-то свет, и все тому подобное. Также я стеркой себе помогаю, исправляю какие-то места, где, ну, не должно быть столько света. И просто большой кистью по контуру, и в местах, где есть какой-то яркий свет, я рисую этот яркий свет. Также на переднем плане это добавит какого-то объема и дымки, что делает картинку еще объемнее и приятнее. Как-то так. После этого, я думаю, можно начинать делать цветокор, так что мы объединим все слои с помощью комбинации Shift-Ctrl-Alt-E. Превратим это все в смарт-объект, чтобы потом, в крайнем случае, было легко перекидывать цветокор, который мы делаем. И, в принципе, с помощью камеры RAW мы будем делать цветокор. Вот такой результат получился, и чтобы закрепить полученные знания, я покажу, что все это используется не только с какими-то яркими фонами, но и с какими-то более натуральными и естественными. Возьмем вот такое вот изображение, опять добавим меня, подгоним вообще как-то по ракурсу, я думаю, опять придется это все кропнуть. Дальше мы опять создадим слой черное-белое, создадим уровни, с помощью которых подгоним по свету и теням нашу картинку. Дальше создаем слой цветовой баланс. Опять же мы видим, что здесь больше преобладают какие-то голубые оттенки, поэтому мы добавляем немножечко голубого, именно цианового такого цвета в средних тонах. Я бы добавила чуть больше зеленого, потому что здесь есть какая-то травка, и в принципе это будет намного лучше сочетаться. Также я думаю немножечко в тени добавить больше цианового. Дальше мы создаем слой, прикрепляем его опять ко мне, ставим в режим положения мягкий свет, и тут мягкой кистью большой. Опять рисуем какие-то основные источники освещения, которые мы берем как образец с фона. Тут нам не нужен никакой контурник, потому что свет очень мягкий, поэтому мы просто создадим новый слой в режиме скрин, добавим немножечко глобального какого-то света и объема. Также я думаю немножечко мягкой кистью большой с меньшей прозрачностью добавить сюда немножечко дымки уже только на меня. Ну и дальше мы опять делаем из всего этого цветокор, тут еще можно прорисовать волосы, конечно же. Но это в принципе в данной ситуации не очень обязательно, потому что они вырезаны довольно-таки аккуратненько. Так что мы сделаем цветокор и получим результат. Ну и вот что в итоге получилось. Мне кажется, это очень универсальный способ, который можно использовать практически в любой ситуации. Я практически все время вписываю объекты такими способами. Конечно, есть исключения, но именно этим прекрасен фотошоп, что тут есть огромная вариативность своих действий. Можно и кривыми подгонять цвета, но я решила показать сегодня именно этот способ. И надеюсь, это правда вам поможет. Ну и конечно же я надеюсь, что эта информация поможет вам сделать ваши работы намного лучше. Если считаете, что видео было полезным, обязательно ставьте лайк, пишите какой-то комментарий, делитесь видео с друзьями, потому что это все очень сильно помогает продвижению моего канала. Вы также можете посмотреть какие-то другие мои ролики. Например, новичкам я очень сильно рекомендую посмотреть переделки артов или самые частые ошибки новичков. Ну и большое спасибо вам за просмотр, удачи вам в творчестве и до встречи в следующем видео. Пока!